В сегодняшнем видео мы расскажем о отношении азербайджанцев к армянам. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, въелась ли у Макса сети ненависть к армянскому народу. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Давайте вспомним, как мы жили буквально три десятка лет назад, как живут на данный момент общины Азербайджана и Армении в Грузии, как живут обычные граждане, этнические армяне и азербайджанцы в России и в других странах СНГ, как они мирно живут в Европе. Нет такого понятия, что генетическая несовместимость двух народов. Мирное существование было всегда, не было никакой ненависти. Было очень много совместных браков. Я обращаюсь к простым гражданам Армении. Я хочу сказать, что уже пора начать действовать вместе. Уже пора начать работать над мирным урегулированием Нагорно-Карабахского конфликта. Уже пора устранять те барьеры, которые мешают быстрому и мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. А среди вашего общества я себя чувствую абсолютно нормально, я гуляю, ухожу. То есть в этом страхе нет. У меня страх еще оттуда остался, с той стороны. Армений добрый, я говорил много раз. Нет, в вопросе о возвращении земель не может существовать никаких компромиссов и мер и полумер. Мы должны твердо стоять на своем мнении решения. Честно говоря, настороженно. Просто сложно относиться к как-то народу, который долгое время захват... Я не говорю. Это долгое время земля, которая находится под захватом. Что, на ваш взгляд, должно произойти, чтобы отношения между армянами и азербайджанцами наладились? В первую очередь, для улучшения качества отношений нам нужно разрешить вопрос с землями, который заключается в том, чтобы в азербайджанской республике должны быть возвращены все земли, которые были оккупированы армянами столько лет. Как вы относитесь к таким высказываниям? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Армяне захватили семь районов вокруг Нагорного Карабаха. Если они отдают нам эти семь районов, возможно ли тогда признание независимости Карабаха? Категорически нет. Почему? Потому что они должны освободить Карабах. Честно говоря, очень много положительных черт армянов мы помним. А в настоящее время, после того, как они оккупировали наши территории, и много написано про нашего народа, уже вряд ли можно назвать какие-то положительные черты этого народа. Но я не думаю, что все армяне плохие. Есть народ, среди народа есть то начало, которое они составляют основу именно этой народности. Вот среди этого начала можно найти очень хороших и положительных армянов. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.